Об изменениях на рынке и не только поговорим с Константином Петровым. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения все-таки, как изменился клиент, как изменилось взаимодействие с сетевыми компаниями? С сетевыми компаниями мы работаем плотно и достаточно результативно. Мы видим те изменения, которые у них происходят в плане оптимизационных всех действий, которые направлены от поставщика до потребителя. Мы справимся в соответствии с этим ростом и их ожиданием, и, соответственно, растем вместе с другими компаниями. Говоря о том, как прошел год, например, можете назвать один из самых удачных кейсов, которые ваша компания осуществила? Наша компания совместно с компанией «Магнит» активно продвигает заменитель анал икры натуральной, которая по своему качеству не уступает натуральной, и это нам дает достаточно серьезные обороты. Как потребители встретили этот продукт на рынке? Потребители встретили его очень удачно, потому что на полке получает потребитель достойный продукт по цене в 10 раз ниже, чем натуральная икра, и, соответственно, этот продукт становится доступным. Что получилось реализовать довольно удачно, а может быть что-то не удалось в этом году, и вы решили перенести на следующий? Поделитесь планами, поделитесь такими мини-итогами. Мы в последнее время достаточно плотно общаемся с представителями торговой сети в области проработки единых технических заданий на проводимые мини-итендеры по СТМу, потому что ранее СТМ не несли в техническом задании детализации, и люди могли предлагать различного качества продукта под одним названием. Мы считаем, что этот этап у нас практически завершается, и мы надеемся, что в следующем году это даст свой результат. Большая часть конференции позади. На какие вопросы удалось услышать ответы? И хотелось бы от вас услышать еще значимость практического применения после таких конференций. На данной конференции мы уже узнали достаточно многое. Надеемся, что вторая часть даст нам еще большую информацию. Основные моменты, которые с первой части мы вынесли, это больше по линии логистики, взаимодействия с торговой сетью «Магнит». Соответственно, мы по приезду будем эти направления развивать с своей стороны. Можете пару примеров привести касательно логистического вопроса? Касательно логистического вопроса, то есть у нас собственный автопарк есть, и, соответственно, мы часто слышим от наших логистов каких-то, как показала практика, исходя из конференции, вымышленных причин, почему не принимают наши фуры. То есть, как я понимаю, это просто банальная сейчас дисциплина, мы будем с этим работать. Спасибо огромное. Желаем вам удачи и хорошего завершения конференции. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.